Как изменится ваша жизнь, если вы будете просыпаться в 5 утра? Успех во многом зависит от того, как мы начинаем свой день. Утро, пожалуй, самая важная часть дня. Ваше тело и мозг отдохнули и готовы к новым свершениям. Подарите час своему мозгу, и в течение дня он поможет одержать вам победу за победой. Это работает, ведь сначала вы создаете привычки, а затем привычки создают вас. В среднем городской житель просыпается в период от 6.00 до 7.30 утра, и дальше начинаются действия, отработанные до автоматизма. Душ, завтрак, кофе, дорога в офис, работа. Весь день вам кажется изнурительным. По приходу домой вы совсем рассеяны и ничего не хотите делать, кроме того, как лечь и отдохнуть. Давайте разбираться, в чем же заключается польза раннего пробуждения. Мы часто слышим, что жаворонки более продуктивны и успешны. Например, Тим Кук, Ричард Брэнсон и Говард Сульц стоит в 5.30 утра, а то и раньше. Говорят, что просыпаться в 5 утра – это наивысшая форма издевательства над самим собой. В интернете появляются статьи, где пишут о том, что раннее пробуждение пагубно влияет на ваше самочувствие и психическое состояние. Но так ли это? Ранний подъем всегда был мучительным для многих людей. Вспомните необходимость просыпаться сначала в детский садик, потом в школу, потом на работу. Будто всю жизнь гонится за вами проклятый будильник, не давая отдохнуть как следует. Но на самом деле ранний подъем не наказание, а скорее всего – счастье. Человек, который научился вставать рано, может успеть сделать десяток вещей, почувствовав себя более успешным и продуктивным. Зачем это надо? На самом деле, без четкого ответа на этот вопрос самому себе у вас просто не получится вставать рано. Никакая надуманная мотивация здесь не сработает. Либо определенная цель, и тогда вы без проблем просыпаетесь в 5 утра, зная, что и зачем надо делать, либо вы каждый день просыпаете будильник, имея в дальнейшем только плохое настроение из-за невыполненного обязательства. Записываем время. Сложнее всего вставать рано тем, кто поздно лег. Перестаньте полагаться только на свою силу воли. Заведите журнал, в который будете записывать время сна. Недели должно хватить вам, чтобы понять, как много времени тратится впустую. Затем вы начнете подсознательно корректировать свое поведение. Уйдут в прошлое долгие часы, бессмысленно проведенные за мерцающим экраном телефона или компьютера. И вы, в конце концов, научитесь засыпать рано. Что делать с утра? Планирование – важная часть перехода к новому режиму функционирования. Озаботьтесь составлением четкого расписания на утро. Во сколько вы встанете? Что будете делать сначала? Зарядку? Или умоетесь? Какие дела станут первыми? А какие могут подождать? Без расписания вставать рано просто не получится. Каждое дело будет казаться вовсе не таким уж важным. Я бы рекомендовал это время посвятить себе. Пока все спят и никто вас не отвлекает, вы предоставлены самому себе. Займитесь визуализацией, физической зарядкой, планированием, постановкой цели. И за дня в день вы будете замечать, как к вам будут поступать самые креативные идеи, благодаря которым вы сможете реализовать свои мечты. Медленно, но верно. Не пытайтесь перейти в новый режим моментально. Конечно, ничего из этого не выйдет. Если вы на протяжении нескольких лет ложились в час ночи и просыпались в 9 утра, то сразу перестроиться будет просто нереально. Двигайтесь малыми, но верными шагами, сдвигая стрелки будильника на 10-15 минут каждый раз. Давайте подведем итог и выявим, какие же плюсы вы получаете, просыпаясь в 5 утра. Перед вами объективные положения в пользу раннего пробуждения. Первое. У вас появится время для любых занятий. Самый очевидный плюс подъема в 5 утра – это умножение вашего личного времени. Когда вы просыпаетесь в такое время, то продолжительность дня увеличивается. Он проходит как бы в замедленном режиме. Этим можно воспользоваться для дополнительной работы, хобби, увлечений, творчества, приятных прогулок. Если вам постоянно кажется, что жизнь проходит все быстрее и быстрее, то попробуйте вставать в 5 утра. И тогда у вас обязательно получится остановить привычную скорость бытия. Второе. Вам не нужно никуда спешить. Как правило, рабочее время начинается в 8 или в 9 часов утра. Если вы проснетесь за 3-4 часа до этого, то у вас будет гораздо больше времени для того, чтобы спокойно собраться, не забыть ключи и никуда не спешить. Вообразите, что у вас появится возможность перед работой пройтись по утреннему парку и заметить, насколько красивой и загадочной может быть повседневность. Третье. Вы станете более активным. Многим людям для окончательного пробуждения недостаточно открыть глаза и просто встать с кровати. Такому человеку необходимо какое-то время для того, чтобы прийти в себя. Если это про вас, то чем раньше вы встанете, тем скорее вы почувствуете себя и новый день. Вы займетесь делами в полном расцвете сил, когда остальные будут сонными и непродуктивными. Четвертое. Вы встретите рассвет. Заметить первые солнечные лучи – золотое правило отличного настроения. У вас появится гармония с самим собой и единение с окружающим миром. Будьте уверены, что просмотр чудесных явлений природы оказывает куда более положительный эффект, чем ночная книга или поздняя вечеринка. Пятое. Вам никто не помешает. Вы проснетесь в часы крепкого сна своей любимой семьи и злополучных соседей. Таким образом, у вас появится возможность заняться любыми делами без внешних раздражителей. Ваше внимание никто не рассеивает, а это значит, что вы больше успеете. Если сомневаетесь в этом, то просто попробуйте как-нибудь поработать при восходе солнца. Шестое. Вы будете более энергичным весь день. Утро – заряд энергии. Чем раньше вы встали, тем больше вы ее получите. Как это работает? Во-первых, в 5 утра почти все спят, а в мире тем временем находится множество неиспользованной энергии, которая достанется именно вам. Во-вторых, у вас есть возможность эту энергию добыть. Если до первой пары у вас есть несколько свободных часов, то вам открывается доступ к зарядке, гимнастике и медитации. Данные занятия способствуют получению энергии, которая находится внутри нас. Седьмое. Вы будете лучше себя чувствовать. Это может показаться странным, но ранний подъем улучшает самочувствие. Некоторые ученые считают, что сон после 5 утра является не просто бесполезным, а даже вредным. Мы прекрасно понимаем, что каждый организм – индивидуальность. Однако эксперименты показывают, что людям действительно становится лучше, когда они просыпаются хотя бы на пару часов раньше, чем обычно. Итак, теперь мы выяснили, почему вставать в 5 утра полезно для нас. Запомним самое важное. Прекрасное самочувствие, отличное настроение и отсутствие раздражителей – залог успешного дня, а значит и успешной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова